Привет, меня зовут Кирилл Рыбасов. В этом видео мы с вами попытаемся разобраться о том, где хранятся наши цифровые активы, где хранятся наши тонкоины, USDT, биткоины, наши доменные имена и все прочее, что мы можем с помощью этих новых технологий приобрести и хранить. Ну, конечно же, самое первое, самое понятное и самое удобное для старта для всех, для обычных людей, то, что массово сейчас зайдет, это, конечно же, wallet, то есть это кошелек, который интегрирован непосредственно в Telegram. То есть вы спросите меня, есть ли кошелек, который можно там в Apple Store или в Google Play загрузить и поставить ее себе, я не знаю, но, скорее всего, нет. То есть, скорее всего, единственное приложение для вот этого приложения, приложение для вот этого приложения или приложение для этого приложения, это и есть wallet, который интегрирован в Telegram. То есть, если мы зайдем на наш компьютер и, например, уже в новом обновлении это появилось, то есть нажимаем сюда wallet и вот она у нас появляется. То есть это приложение, которое работает внутри приложения, оно работает как бот или там не бот, не важно, назовем это бот, давайте, бот, который работает внутри, внутри самого Telegram. Итак, вот этот wallet, вот этот бот, он что делает? Он по умолчанию сразу открывает вам три счета. Три счета в Тонкоинах, счет в USDT, наживем это счет 1.1, назовем счет USDT, здесь правильно будет назвать его не 1.2, а 2.1, потому что это второй счет и первый USDT счет, который может быть у нас появится, если вы только стартуете. И здесь то же самое, сделаем 3.1, вот это было бы правильно, вот так назвать. То есть у нас есть первый, второй и третий счет, один в Коинах, не в Коинах, а в Тонкоинах, второй в USDT и третий в Биткоинах. Фишка удобства в чем заключается? То есть где бы вы не залогинились, на своем телефоне, на планшете, на компьютере, на компьютере жены, в Telegram, если вы логинитесь, все сразу эти три счета со всеми активами, все, что там вы покупали, все это истории, она там хранится. То есть вы можете зайти туда и всегда посмотреть. То есть если вы вышли из дома, ай-ай-ай, забыли телефон, забыли телефон, а есть рядом телефон супруги, вы зашли и все вопросы порешали. То есть любые переводы, все вы можете увидеть там. Удобно, да, чертовски удобно, все хорошо. Какие есть ограничения? То есть это так называемый кастодиальный, если я это правильно понял, кошелек. Что это за кошелек? Это кошелек, который вам типа не принадлежит. Вы права на свои вот эти цифровые активы, как бы временно отдали, временно отдали вот этому боту, или вот этой программе, этой команде, которая это все создала, и оно уже у себя это держит. Если что-то с этими ребятами произойдет, то точно так же произойдет с вашими активами. То есть если мы смотрим по аналогии с банком, мы банку отдали нашу денежку 1000 рублей на хранение, она вроде как бы у нас там на счету числится, но если завтра этот банк хрякнется, или приложение у него перестанет работать, или еще какая-нибудь там проблема, то и наши денежки временно, бай-бай, или навсегда бай-бай от нас уходят, да, и наши активы. То есть это мы передали кому-то другому на хранение. Но есть альтернатива. Придумали такой приколдес, как некастодиальный кошелек. То есть некастодиальный кошелек, это когда ваши деньги хранятся как бы у вас, и они вами принадлежат. Никто их не видит, никто у вас забрать их не может. И даже если где-то у вас приложение удалили, а приложение там, сейчас, по которому мы говорим, это ToneKeeper или тот же Bot, но ToneSpace называемый, то есть вы можете в любом другом приложении зайти, прописать по алгоритмам, прописать логин, пароль и открыть эти денежки там. То есть это похоже на наличные. То есть у вас есть бумажка здесь, например, дома хранится эта бумажка, и только она у вас. И только она у вас. Никто не знает, где эта бумажка хранится, никто в моменте, никто не знает, где она. Здесь то же самое. Ну я думаю, что, наверное, знают, где эти деньги хранятся и на каком кошельке, но по типу у вас забрать не могут. Ну то есть, если, например, хрякнется ToneCoin, сама валюта, то, естественно, она из этого кошелька исчезнет. Но если в вашем кошельке есть еще, помимо ToneCoin, какой-нибудь там биткоин, или еще какой-нибудь цифровой актив, или какая-нибудь нефтишка, или еще что-то, она там как бы остается. То есть это вот за вами там это сохраняется. Но это вот такая теория. Как она в жизни работает, это уже другой вопрос. И когда кипиш какой-нибудь начнется, но пока вот теория такая. И, следовательно, у нас есть возможность открыть свой счет второй 1.2 в ToneCoin, например, вот в ToneSpace. ToneSpace это отдельная здесь строчка, но на самом деле это как бы отдельный счет, или отдельная Space, или отдельное пространство. А это кнопочка выхода в это пространство, в которую вы можете себе, опять же, хранить тут. Опять же, здесь хранить разные виды валют, и разные виды активов и так далее. Но пока я вижу, что здесь можно хранить, сейчас давайте посмотрим. Да, пока я вижу, что здесь можно хранить только ToneCoin. Вот здесь видите ваши коллекции. Например, с телефона у меня видно другая коллекция, ее больше, но сейчас мы об этом поговорим. Окей, то есть давайте вот сюда перейдем. То есть фактически у нас пространство, некие эти активы, цифровые активы, счета. Но давайте здесь опять же правильно посмотрим на вариацию. Да, счет 1.2, здесь 2.2, а здесь 3.2. А здесь нумерация более правильная, только лишняя запятая. То есть она хранится у вас, и вот это пространство имеет свой номер. Давайте придумаем номер какой-нибудь. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что-то там, какие-то цифры. И в конце, допустим, давайте нажмем. Но в нашем случае это будет... В нашем случае это будет... Давайте нажмем, ToneSpace украдем. То есть вот это FGNX. Допустим, вот это пространство FGNX, это пространство со своими разными щитами и так далее, так далее, так далее. Оно может управляться с помощью ToneSpace, который у вас на телефоне, с помощью ToneKeeper, который на телефоне, с помощью компьютера, который на телефоне, и с помощью ToneKeeper, который на компе и так далее. Но фишка заключается, в отличие от предыдущего, что все это работает не автоматически. Все надо настраивать вручную. Если вы открываете тот же самый кошелек, который вы создали на телефоне, и у вас здесь есть вот такая кнопочка, вы сюда нажимаете, и у вас создается новое пространство с новым номером на каждом устройстве. Ну вообще, как бы при входе у вас есть два варианта. Подключить, создать новое или создать старое. Интуитивно это вообще ничего не понятно, и вы, конечно, можете понасоздавать кучу этих пространств, вот таких пространств, да, для каждого вашего приложения. То есть вы, например, бахнули, бахнули, зашли с телефона, создали одно пространство. Случайным образом. Вот с этого ToneKeeper. Бах, одно пространство создали. У нее есть свое номер, свои эти валюты и так далее. Потом вы зашли и с компа бахнули. Бух, с компа бахнули. Еще одно пространство создалось и так далее. И вы можете наплатить их, и в том числе это произошло у меня. И поэтому мне потихонечку потом пришлось это все уничтожать и все подключать к единому аккаунту. То есть вы, когда заходите, допустим, с телефона, вам создалось одно пространство. Вот за это пространство держитесь. Но оно создается, например, вы начнете с ToneSpace, бета, скорее всего, с телефона. Оно у вас будет иностранство. И каждый раз, когда вы сюда входите, сюда входите или сюда входите, вводите один и те же логины и пароли, чтобы у вас всегда было все одно и то же. Но если вы хотите иметь одно и то же. Например, какая у меня произошла ошибка? Я с компьютера регистрировал, регистрировал доменное имя multifinance.ton. То есть я получил цифровой актив, который хранился у меня вот на этом ToneKeeper. И здесь было создано свое пространство. До этого у меня был создан на телефоне, причем у меня два телефона. У меня два телефона. И на каждом телефоне разное пространство. Потом у меня было создано пространство здесь. И в итоге там такой кипиш, что цифровой актив, доменное имя на одном пространстве. Само прием платежей денег приходит на другой счет. и еще у меня там есть счет, соответственно, третий на телефоне. Ну просто полный трэш. Поэтому я там целую ночь сидел и переводил все в одно пространство, чтобы все в одном месте у меня собрать. Благо это возможно, но единственное, что это не бесплатно. Потому что каждый вот этот перевод прав, это все дополнительные комиссии. Там понятно копейки, но все равно неприятно. В итоге, друзья, что мы делаем? Мы когда это все будем создавать, если вы будете создавать ToneKeeper и ToneSpace, и для чего нам нужен ToneKeeper? Ну, например, ToneKeeper нам нужен для того, чтобы покупать какие-то активы, так как это бета, здесь пока еще не все возможно купить и подключить. То есть вам нужно, чтобы купить доменное имя, у вас должно пространство быть именно на ToneKeeper. Почему? Не спрашивайте меня. Ну так, это пока на сегодняшний момент. Но когда вы с помощью ToneKeeper купите себе доменное имя, оно вот сюда тоже у вас подтянется. То есть оно его тоже будет видно. И каждый раз, когда вы зашли, например, на телефон, на компьютер и так далее, вам все время нужно прописывать это все пространство. То есть, резюмируя, более самый простой способ старта, мы начинаем с валлета, но для того, чтобы, если мы хотим хранение, давайте, хранение активов, нам нужно это делать, если мы боимся, что навернется там Telegram или еще что-нибудь, у нас там, я не знаю, более серьезная защита, там Telegram могут взломать еще что-то, еще что-то, то здесь считается вроде как бы большая защита, то мы храним эти деньги вот на вот этом пространстве, которое вот с этим, не кастодиальное, вот с этим не связано. То есть нельзя вот этот счет в ToneCoin'ах в кастодиальном программе сделать таким же или связать вот с этим. То есть этого нельзя. созданный на ToneKeeper, в ToneSpace или еще где-то пространство, вы все можете это объединить, что я, собственно, и сделал. Поэтому, друзья, вот это такое небольшое, короткое видео, для того, чтобы вы поняли, у нас создается по умолчанию, можно сказать, по умолчанию у вас всегда будет два счета минимум в ToneCoin'ах и там дальше, как вы решите, где и какие активы вы храните. То есть первый ToneCoin' будет в кошельке и второй в ToneSpace. Можно все время работать только вот здесь и не париться, но рано или поздно вы сюда, в эти программы перескочите. Ну давайте, кстати, я вам уже покажу программку, эту ToneSpace. Давайте я покажу, где она у меня. Это именно ToneSpace на компьютере. Да, мы открываем. И вот она, кстати, моросит. Она, кстати, моросит, постоянно вылетает. Вот у меня здесь, видите, номер уже. То есть если мы ToneSpace открываем, смотрите, мне еще это надо пришерстить. У меня здесь какие-то валюты остались. То есть если здесь у меня ToneSpace, это FGNX, то здесь у меня другое пространство какое-то, да, DZV. Я вот тут опять же, то есть если активность посмотреть, что тут получал, отправлял, какие-то тут деньги. А, ну вот у меня, а, у меня на этом, видите, был, ну вот сейчас мы покажем, да, вот у меня ДНС, здесь можно, исторически можно показать, где он покупка была. Да, то есть я, смотрите, прикрутил кошелек инсуировал, потом я отправил ДНС свой кому-то другому, ну-ка давайте посмотрим, да, какому-то ОБЗ, какой-то другой еще. Ну, короче, полный трэш вот этих всех вещей. О, видите, она выскочила, да, эта программа, давай, до свидания. То есть, вот она не работает, эта программа на компьютере, и все, что вам делать? Ну, вот она постоянно выскакивает, что вам делать? На телефоне она более-менее нормально работает, и это вот так вот, такие проблемы с вашими деньгами могут происходить. И, следовательно, вам, конечно, нужно разобраться, где максимально эффективно это все хранить. И вот надо все привести к одному этапу, и чтобы и на телефоне у вас вот этот Space Beta открывался, и у вас здесь был один аккаунт. На Тонкиперах на всех устройствах у вас тоже должно быть один аккаунт. А фишка заключается в том, что деньги можно перевести с одного аккаунта на другой, вывести, но это делается за комиссию, и вам надо четко понять, а у каждого еще этого кошелька есть свой логин и пароль, и каждый там цифровой, и вам надо не забыть и перепутать, потому что я вот, например, почему я всех не заблокирую, потому что у меня было там доменное имя. И так далее. Все, друзья, давайте, я уже начинаю вас грузить. Подписывайтесь на мой канал, пишите мне вопросы в Telegram, мой адрес собакамультилидера.ру, можете меня найти там, ставьте видео лайки, перекидывайте их друзьям, подписывайтесь на мой канал Собака Рыбасов, да, просто Рыбасов, Собачка Рыбасов, в Telegram, увидимся, счастливо, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова